27 мая в Казанском федеральном университете стартует шестой международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2020. Традиционно университет выступает как принимающая сторона ученых, преподавателей и экспертов области педагогического образования со всего мира. Однако в этом году из-за сложной ситуации с коронавирусом формат форума изменился. В этом году конференция пройдет дистанционно в режиме онлайн. ИФТ – это крупнейший международный форум по вопросам педагогического образования. Шестой раз он проходит в стенах Казанского федерального университета. Более 800 отечественных и зарубежных ученых из разных вузов Европы, России и Америки в течение двух недель будут обмениваться опытом в сфере педагогического образования и делиться секретами методик по развитию преподавания. Лекции, пленарные доклады, конференции и круглый стол. Самым важным вопросом форума станет дистанционное образование, на которое почти вся планета вынужденно перешла в марте этого года. Шестой международный форум по педагогическому образованию является серьезным вызовом для нас. И я считаю, что это одна из первых научных конференций не только в России, но и вообще в мире в условиях пандемии коронавируса. И она потребовала больших усилий, безусловно, по ее организации. В течение двух месяцев Казанский федеральный университет, проделав титанический труд, полностью переподготовился к принятию форума в режиме онлайн. На место актовых залов пришли аудитории с компьютерами и видеосвязь. Каждый лектор будет представлять свой материал дистанционно, со своего рабочего места. Команда, оргкомитет форума, буквально за два месяца провели большую работу, смогли переформатировать его из традиционного формата, виртуальный формат. И мы очень рады, что наши партнеры и участники, ключевые спикеры особенно, они не отказались от идеи виртуального участия в форуме. И не случайно на сегодняшний день наш форум является крупнейшей научной площадкой в области teacher education, подготовки учителей в странах Восточной Европы, России, СНГ и одной из крупнейших в мире. Из-за сложности проведения форума в онлайне и возможности возникновения технических проблем, руководство университета создало целую команду, отвечающую за технические вопросы. Продюсер, модератор, администратор и синхронист. Они будут следить за прямыми включениями, чтобы в случае сбоя в работе интернета или оборудования сделать так, чтобы конференция продолжилась и каждому лектору было удобно принимать в ней участие. Продюсер, он непосредственно запускает трансляцию и следит, что все будет хорошо. Если что-то случается, а такой может быть там свет пропал, интернет, то есть технический какой-то сбой, он может оперативно перевести в заставку, подключить кого-то другого выступающего, то есть он здесь технически сопровождает это мероприятие. Координатор же, он общается со зрителями, с участниками, которые смотрят мероприятия в трансляции, задают какие-то вопросы, он их переадресовывает модератору. Модератор уже их открытрует и общается со спикерами, задает при необходимости эти вопросы спикерами. Мы хотим в трансляцию запустить два потока, то есть у нас есть секция, которая на английском, есть которая на русском, при этом часть секции будет переводиться синхронным переводом и участники, удаленные участники могут выбирать трансляцию на русском или на английском языке. Тоже такие уникальные, я бы сказал, технологические решения, которые никто еще не использовал. Помимо этого, КФУ подготовил небольшой эксперимент. В последние дни форума несколько экспертов окажутся в одной виртуальной комнате при помощи шлемов виртуальной реальности. В один из последних дней, это будет 5 или 6 июня форума, он будет идти у нас в 2 недели. Мы анонсируем новую форуму проведения на 2021 год, это пока эксперимент, когда несколько участников, находящихся в разных странах, в разных городах России, надев виртуальные шлемы, шлем виртуальной реальности, они окажутся в одной аудитории, и они будут сказать, действительно это звучит несколько фантастично сейчас, в это, наверное, сложно поверить, но это все есть. Отдельную роль в проведении форума сыграл телеканал «Универ ТВ». Начиная с 2012 года, команда репортеров снимает и транслирует на своих площадках то, как проходит форум. В этом году на телеканал зашла огромная ответственность – транслировать все лекции. Трансляции в прямом эфире будут проходить на сайте телеканала «Универ ТВ», на платформе «Твич», «Ютюб-канале», а также на страничках в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Любой желающий может присоединиться и прослушать лекции по педагогике от экспертов со всего мира. Если говорить о фестивале «Ифтед», то телеканал «Универ ТВ» плотно работает абсолютно все годы фестиваля. Если говорить о вещании, то оно у нас, в принципе, началось в 2012 году. Именно тогда впервые телеканал «Универ ТВ» начал регулярно вещать на Ютубе. В этом году в связи с пандемией COVID-19 форум проходит дистанционно, и телеканал «Универ ТВ» принимает непосредственное участие в его освещении. Очень важной особенностью форума стало то, что на время пандемии коронавируса ИФТ-2020 стал единственным в своем роде крупнейшим форумом по педагогическому образованию в мире на фоне того, что многие вузы мира попросту отказались проводить подобные конференции. Сегодня многие вузы с переходом, казалось бы, на не очень сложный вопрос по дистанционному образованию и то испытывают достаточно большие трудности. А здесь параллельно мы проводим конференцию, где число участников, которые заявились, превышает 500 человек. И число слушателей, это наши студенты, тоже приближается по сегодняшним оценкам где-то к 10 тысячам. И несмотря на то, что в современном мире тренды и тенденции меняются каждый день, дистанционное образование никогда полностью не заменит привычный подход. Ученик и учитель. Передача знаний и жизненного опыта от одного к другому. Лев Диденко, Виолетта Басова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.